Репери Руди Глоктнер На Высокогорье сборная Бразилии и Италии определяют сильнейшего в поединке между собой. Труден путь к финалу для обеих команд, и об этом чуть-чуть попозже, а пока о составах, в которых футболисты выступали. Сборная команда Италии. Альбертози в воротах, первый номер, и полевые игроки Бургнич, Факетти, второй и третий номера, соответственно, Факетти, Джачинто, Факетти, капитан команды, Домингини, 13-й, 5-й Сера, 15-й Мацоло, 16-й Десисти, 8-й Рассатто, 20-й Бонесенье, 10-й Бертини и 11-й Рива. Сборная команда Бразилии. Вратарь Феликс, первый номер, второй номер Бриту, третий Пиатца, четвертый Карлос Альберто, пятый Квадо Альдо, шестой Эверальдо, седьмой номер Жаерзиньо, восьмой Жерсон, девятый Тостао, десятый Пеле и одиннадцатый Ривелино. Имена, которые, ну, к тому времени уже, не надо смотреть на это через 30 лет, они к тому времени все уже сплошь были легендами. До финала, за неделю, явным фаворитом, в матче с кем угодно, на любой стадии считалась Бразилия. Команда на чемпионате играла, играет как угодно, весьма ярко, весьма запоминающимся образом, хорош Пеле, великолепен просто, великолепен Жаерзиньо, в каждом матче забивающий. Но и итальянцы за последние дни чемпионата очень здорово свое реноме повысили, и вот мы видим, что на первых минутах, первый же момент возникает именно ворот бразильской команды. Перед матчем итальянский тренер много говорил о том, что для его команды весьма важно сильно начать игру, поскольку к условиям высокогорья бразильцы, ну, априори, должны быть привычны более. Плюс к тому, в полуфинале Италия играла тяжелейший матч, матч, который многие называют самым драматичным в истории футбола вообще. Это была игра против команды Федеративной Республики Германии. Итальянцы выиграли 4-3, при том, что основное время завершилось в ничью, и немцы отыгрались на последней минуте. Игра шла на качелях, попеременно вперед выходила то одна, то другая команда, и сил, конечно, отдано было очень и очень много. Бразильцы же до этой игры провели 6 матчей, и все 6 выиграли. В группе своей у сборных Англии, Чехословакии и Румынии, потом у перуанцев, потом в полуфинале у ругвайцев, у обидчиков сборной Советского Союза. Вот с такими показателями подошли команды, уважаемые телезрители, и мы будем смотреть футбол. И, наверное, многие из вас отметят, что скорости не те, что нынче. Оно и само по себе так, конечно. Но и следует еще раз напомнить, что достаточно большая высота, просто географически, на которой проходят матчи, и поэтому ровный, высокий темп, держать 90 минут, даже для Пеле, совершенно непосильная задача. Арбитр Глёхнар отодвигает стенку итальянскую, и Пеле у мяча, и здесь же Ревелина под 11 номером, у него мощнейший удар. А тут поскользнулся усатый полузащитник бразильцев, и мяч едва-едва докатился до ворот. Наверное, имеет смысл немножечко и поговорить о том, как команды к чемпионату подходили. Потому что с бухты-барахты показывать, конечно, вот эту серию самых знаменитых, самых главных матчей мировой футбольной истории, вроде бы и ни к чему. Должен быть информационный повод, и вы сами понимаете для премьерного показа, какой повод избран чемпионат мира. Все команды как-то подходят, как-то готовятся, имеют какую-то репутацию, она меняется, поэтому, думаю, небезынтересно будет порассуждать и о том, что же происходило и в Италии, и в Бразилии перед чемпионатом мира, и как команды котируют. Вот мы смотрим, отличный перехват. Второй же раз бразильцы накрывают соперника при выходе из обороны. Ну а у себя штрафной итальянцы большим числом, в общем-то, разобрали всех соперников, удара не получилось. То есть Альбертонзе мяч забрал без труда. И снова попытка накрыть же Эрзиньо. В скорости выигрывает у Факетти явно, орбит эту игру не останавливает, он прав абсолютно, потому что Пеле мог продолжать движение. Но рассудил Глёхнер, что до конца все-таки чистый мяч у бразильцев не остался. И штрафной удар. 22 метра до ворот. Ревелина тут же хватает мяч. Нет в сборной Бразилии проблемы, кому бить штрафные. Либо это Пеле, либо это Ревелина. Хотя вот с этой дистанции может еще очень прилично ударить. И Жерсон, восьмой номер. Недооцененный, по-моему, футболист. Не слишком хорошо известный, может быть, следующим поколением болельщиков. А между тем, великий умелец. По умению играть левой ногой. Она у него, по сути, единственная для игры в футбол. Может быть, и один из лучших, если не лучший даже до сей поры. Учитывая и Рауля, и Шукера, и всех, и всех, и же с ней. Выше ворот удар. Бразильцы вроде бы успокоились. Так вот, команда Италии ехала на чемпионат мира в статусе чемпиона европейского. В 68-м году итальянцы стали чемпионами Европы. Выиграв полуфинале у команды Советского Союза, 0-0 основное время, дополнительные пенальцы тогда не били. Пришлось бросать монетку. И вот рассказывают в ту пору, что когда арбитр в встрече с монеткой стоял и смотрел на капитана нашей сборной Альберта Шестернева, тот не сказал ничего. И тогда высунулся, что называется, вперед Жачинто Факетти, назвал свой выбор и угадал. И Италия прошла в финал, где потом победила. Вот таким образом итальянцы стали чемпионами Европы. Бразильцы же перед чемпионатом мира несколько лет играли, ну, не то чтобы совсем плохо, но, скажем так, ни шатка, ни валка. И лишь года за полтора перед чемпионатом у команды вдруг стало получаться очень многое. А надо напомнить, что в 66-м году на предыдущем мундиале бразильцы вообще, что называется, засыпались. Не вышли даже из группы, проиграв в Венгрии и Португалии. И, конечно, настороженно Бразилия ждала вот этого чемпионата. Тренером команды весь подготовительный цикл был Жоао Салдания, бывший журналист. Ему удалось создать команду играющую, команду артистичную, то, что потом еще раз делает Теле Сантана. Но, когда пошел выбор окончательной заявки, настолько много было вариантов, настолько велико было давление на Салданию, что вот его принципиальность в некоторых позициях заставила руководство Федерации футбола Бразилии поменять тренера. В то время в Бразилии даже демонстрации были в защиту Салдании, но команду привез на чемпионат на этот. Вот Марио Загало впервые в роли главного тренера. Ну и результат говорил сам за себя. Пропустив гол в первом же матче против Чехов, Чехословакия, команда тогда. Бразильцы забили потом четыре, и дальше без проблем вышли из группы, побегив Англии и Румынии. Ну, о дальнейшем пути этой команды я вам рассказал. Обозначается перевес бразильской команды. Пакетти забрасывал мяч в расчете на обонесение, штрафную, перехват. Но в обводку трудно идти, тут в центральном круге скорость свою жерденью Пакетти не продемонстрирует. А фактурно-то он слабоват, конечно, и отбирают мяч итальянцы. Правда, арбитр фиксирует нарушение правил. Отметим, что, опять-таки, по сравнению с теперешним футболом, все-таки арбитры позволяют поменьше футболистов, судя более по-буквоевски, что ли. Ну, уж как у Марио Кривелина, это на руку и на ногу всегда. Мы видим, что Ривелина что-то с шипами может быть. Не то второй раз уже падает за первые 10 минут, Джерсон, мяч крутится, поэтому отскакивает куда-то в непонятном направлении, Эверальдо за боковую линию. Сбитый, крепкий, плотный состав у бразильцев. Споры-то шли по поводу там полной заявки, но вот стартовый, основной состав, он достаточно хорошо уже отбирает. Самой слабой позицией у бразильской команды признавалась позиция вратаря. Голкипер из Флуминенция Феликс был, так сказать, лучшим из худших, если угодно, и даже шутили в Бразилии перед чемпионатом, что любой удар в рамку – это гол. Но на поверку получилось иначе. Мы уже видели сегодня, что Феликс отбил. Достаточно серьезный удар. Феликс отбил Клодо Альдо. Величайший объем работы этот игрок выполняет, с равным успехом играя и в обороне, и в полузащите. И атаку-то он поддерживает нечасто, но если поддерживает, то это делают со знанием сумения. Карлос Альберто, пас назад, Джерсон, Тастау, сбрасывает бразильцев темп, просто контроль мяча. Открывается Тастау, паса не получает. А атака идет через правый фланг, через Карлос Альберто, и прострел больше на Тастау, меньше на Пеле, еще в меньшей степени удар по вороту. Да, 0-0 пока. Мацоло. Тихонечко на левый фланг, и попытка опять понесению найти на передней линии. Многие, наверное, из вас удивятся, не обнаружив в основе итальянской сборной Джанни Риверо. Но надо сказать, что на том чемпионате Риверо, в общем-то, и не играл каждый матч в основном составе. По большей части свою репутацию наращивая выходами на замену, успешными, яркими и полезными для команд. Риверлино. Не спешите улыбаться, еще раз напомню, что на большей высоте проходит игра, поэтому вот эти нескоростные моменты... Довольно частые. И, кстати, тоже палка о двух концах. После чемпионата очень многие обратят внимание на манеру, с какой бразильцы обрабатывают мяч. Луи Джи Риво, или как зовут его тали? Луи Джи Риво. Джи Джи Риво бил поворотом с левой. Довольно плотненько, особенно учитывая репутацию Феликсу, но по сути не опасно. Так вот, многие обратят потом внимание на технику, на технику обработки, технику обводки. Именно на этом чемпионате, ну, помимо первой желтой карточки, помимо первой замены, я напомню, что чемпионат 70-го года, это чемпионат введения. В свод правил ФИФА желтых карточек и замен. И, кстати, и там, и там первые были наши. Первую желтую получил Евгений Ловчев, первая замена. Пузыч вместо Серебренникова. В первом же матче открытия против мексиканцев. И вот атака итальянцев. Риво. Хорошая подстраховка. Оборона бразильской. Вещь попадает пределы пункта. Будет подмечено, что вот эта бразильская манера в касании максимум в два. Освобождаться от мяча, как будто бы раньше было иначе, да? Это нечто особенное. Здесь на Высокогорье именно вот так в насыщенной штрафной соперника следует играть. И многие команды потом будут брать с них пример, в частности, голландцы. Потом признают, что в 1974 году очень многое они взяли от бразильцев образца 70-го года. Конечно, не в тактике, не в плане физической готовности, а именно вот в том, что касается обработки мяча. Вот посмотрите, как Астау элегантно. Сберегает мяч для атаки. Клодо Альдо, Жерсон. Только левый. Только-только левый. Правый этот человек не играет. Десисти. Хандро Мацоло в центральном круге. Разлить атаку с хода не получается, потому что там впереди никого и нет. Доменгини. Резвое начать у Италии не получилось. Две-три минуты, все. Потом и мяч, и инициатива к бразильцам перешли. Поэтому итальянцы большими силами отходят назад и пытаются... ...где-то уже контратаки иметь в виду. Посмотрите. Сколько бразильцев на своей половине. Это финал, это финал. Это матч, который Бразилия не имеет права проигрывать. Я в историю углублялся. Наверное, следует напомнить, что 58-й год. Бразилия первая безоговорочно. 62-й год. Бразилия первая безоговорочно. И причем еще большую часть матча не играл Пелея из-за травмы. 66-й год. Когда казалось, теперь уже это просто... Ну, в строку пойдет. Бразилия, Бразилия, Бразилия. И никто кроме. 66-й год. Страшный провал. Когда Висента Фиола домой и боялся возвращаться. И не сразу вернулся. И чучело его жгли на площадях в Рио и Сан-Пауло. Так вот, 70-й год. Вся эта истерика с выбором состава. Замена Салдани на Загало перед чемпионатом мира. Заявление Пеле, что это последний чемпионат. И самое главное. Самое главное. Играют две команды. Каждая из которых к этому времени уже дважды была чемпионом мира. А объявлено и тоже Загодя, что третья победа позволяет навечно получить вот эту крылатую статуэтку. Золотую богиню, так звали ее раньше. Вот тот самый приз. Первый, учрежденный Журен Ремет. Право на штрафной получают. Катальянцы. 15 минут матча позади. Мацоло у мяча и Деменгини должен 13 минут где-то рядышком бородить. У него очень плотный удар. Хороший заброс и удар головой. Но попади в мяч в верхний угол, если при его попал. Мне кажется, ничего бы Феликс не сделал. Хотя и прыгучесть свою продемонстрировал. Ну и опять новость оттуда. Именно вот эта бразильская сборная стала основанием для поговорки. Вы нам забьете сколько сможете, мы вам сколько захотим. Потому что в обороне, конечно, бразильцы действовали так, что впору и саркастически усмехнуться. Один там Рива был. И тем не менее, парашютом Мацоло мяча бы забросил и поворотом пробить удалось. Жерсон. Карлос Альберто. Назад передача. Вновь Жерсон. Жерсон. Казалось бы, один пас, и атака итальянцев грозит стать по-настоящему опасной. Не тут-то было. Тастао и Веральдо разыгрывают мяч на левом фланге. Тастао пас на линию штрафной. Тут Пеле прикрыт. Джерсон не успел еще подойти. Ревелина тоже контратакой итальянской сборной. Бертини, Бонесения и Риджи где-то слева. Бонесения сам идет на ворота. Не против он, чтобы его уронили. Однако Браздник забирает мяч чисто. И вновь, чуть-чуть добавив скорости, даже может быть не столько движения, сколько передвижение мяча, команда обменивается атакой. Постала! Постала! Ревелина набрасывает мяч и Пеле забивает первый гол. Пеле забивает первый гол. Метр семьдесят рост короля футбола. И вот этот мяч, вот этот прыжок Пеле потом обойдет... обойдет, ну я уж не знаю, телевизионное агентство, исторические кадры, планы, все будет с этим связано. Гол будет объявлен одним из самых красивых в биографии Пеле. Ну, ваш покорный слуга не очень согласен с этим определением. Забивал Пеле мячи поинтереснее в чисто зрительском аспекте. Но прыжок действительно был хорош. И как зависает Пеле, как оценивает ситуацию. Сначала, как вроде бы кажется, имеет в виду удар в дальний угол на противоходе, но Альберто Зи никуда не дергается, не двигается, и тогда Пеле бьет в ближний. Совершенно неожиданно для вратаря итальянской команды. И счет матч открыт. 1-0. Вот вроде бы просто, да? Забивают бразильцы. Но надо иметь в виду, что любой из футболистов там, в линии атаки, и Тастао, и Жерзиньо, и в меньшей, может быть, степени Жерсон, всегда могут один в один разобраться с опекуном и самолично выйти на ударную позицию. Карлос Альберто. Можно и рискнуть, забив. Вот сейчас будем смотреть готовый лид. Тогда вот к такому началу, в первом пропущенном были итальянцы. Мацола. Исполнить не удалось. Там в коридоре бразильских защитников пас на Луиджи Рио. Ну, надо, наверное, извиниться, перед вами, уважаемые телезрители, за неважные качества картинки. Следует помнить о том, что это в известной степени эксклюзив. Все-таки, в конце концов, исторические кадры. Поэтому придирчивым особенно быть не стоит, наверное. Ну, и плюс к тому, все-таки время. Бритто. Карлос Альберт. Жерсон. Жерзино. Жерзино. Жерзино с Пелле. С Пелле. Пелле придумал. Пелле на чемпионате этом играл, ну, несколько глубже, чем до этого. Я не знаю, насколько сильна вот эта тенденция, появившаяся в последние 10 лет, думать, что Пелле вообще, по сути, был игроком именно 10-го номера, что ли. Вроде бы нападающим, но вроде бы и полузащитником. Это отчасти правда, потому что король футбола, конечно, мог играть на любой позиции, подозревая очень сильно, что и в воротах тоже. Просто игровик, и ничего тут не сделаешь, да? От бога. Ну, а с другой стороны, все-таки Пелле раннюю часть своей карьеры по преимуществу играл форварда. И не последнюю голову по этой причине забивал так много мячей. Здесь же на чемпионате, это отметили прямо с первого матча, Пелле отошел вглубь и по большей части помогал забивать Жерзину, который перед этим матчем, это тоже своего рода достижение, забивал в каждой игре. Шесть матчей провела в Бразилии, и в каждой из них забивал Жерзи. Сера, ошибается в передаче. Достау. Солей. Джерсон. Все, что дальше, Пиазо Уилсон. Показывает Эмбералдо. Пиазо Уилсон снова. И вот какая ошибка. Посмотрите. Убаюкивают и самих владельцев мяча, владеющих мячом, в данном случае бразильцев, а их территориальное превосходство, и мы тогда еще не считали, как теперь говорят, процент владения. Ревелина Буновь лавится на газон, определенно. Не найдут они общего языка. Ну, а итальянцы, вот этот проход, пробрасывание мяча мимо соперника, видимо, тоже готовили, потому что территория за Бразилией, защитник выдвигается достаточно далеко, так вот уйди, сквозь строй прорезь и можешь считать себя вышедшим один на один. А больше шансов у Италии пока что и нет. Нет мяча, поэтому нет возможности давление на ворот соперника организовать, но я уже говорил о том, что и сил поменьше должно было остаться у футболистов в квадратзор. После полуфинала. Матзола. Матзола Веральдо, Джерсон, Веральдо опять движется на левом стороне. Выглядит открытая зона, да, но Веральдо вперед на левую, смещается в центр, если что, скинет на то стало. Налево, ну а в центре, в центре Неверина сместился, Пеле, Джерзиньо, поэтому ползашипники итальянцев, в частности Убертинни, вынуждены отходить достаточно глубоко к своей штрафной. Но опять та же история, Пеле чуть левее, Ривелина чуть правее. Хитро разыгрывают мяч, но Ривелина, Ривелина. Не принял решение изначально, так ли, вслепую ему простреливать мяч или поискать конкретного адресата. И потом уже, когда посчитал ниже достоинства своего, просто так, наугад, поднял голову, потом опустил, и все надо вовремя делать. 20 минут сыграно. Даже, по-моему, побольше в этом финале. Бонесения. Избили удар. Контр-атака бразильца. Да, неспешно. Неспешно команда играет, вот. Если бы по терапиксам можно было бы сразу пошелкал, давить вперед, сказать, контра-атака бразильца. Ну, вряд ли это можно контра-атакой назвать. Очень хорошая стеночка, Мацоло. Не дал ему Бриту выбраться на ударную позицию. Считаю ситуацию. Корпус ставит. Это, конечно, Бургничу пожилому уже. Ну, Телли сам не молод, конечно, для футбола на ту пору. Дает возможность оказаться за спиной. Бургничу что делать? Только сбивать Телли. Вот так предупреждение давали. Вроде бы даже арбитра стеснялся заставать с кармана желтую карточку. Радость новизны. Тогда это было немножко... Не самая обязательная, составляющая часть футболевого матча. Чуть ли не не на ровно еще. Ревелина может бить отсюда. Что там, 35? Ничего особенного. Фантастические силы. Удар с левой ноги. Ну, немножко из другого футбола. Ревелина на ту пору, в общем-то, не был уже в расцвете всей своей славы. Может быть так, как в Мексике он и не сыграет больше никогда, но еще будет играть в свою команду. И в 74-м году. И даже претендовать на место в команде в 78-м. Когда он ударил на голу, я не знаю, что это связано с футболевым. Твайки, конечно, уже смотрел на свою футболевую. И, конечно, это был Ревелина, который упал 2-3 раз, когда в посещении. Может быть, его статусы не совсем похожи, как и другие игроки. Мацоло. Все атаки через него. Ну, что здесь фиксирует фолк против Луиджа Ривы. Это по-настоящему опасный. И тот же Мацоло обладает хорошим ударом. Про Домингинь мы уже говорили. Ну, и Луиджи Рива очень часто, как бы даже вот уже директивно берет на себя возможность выполнить удар. Разбожарили итальянцы вот этот момент. До последнего мгновения не решили, как именно будут исполнять штрафной. И, в общем-то, хороший шанс упущен. Ну, тут минимальное нарушение. В пределах штрафной, на мой вкус, принимал мяч Кэрлос Альберто. Жерсон. Жерсон, Эверальдо. Пытается прессинговать итальянцы, и не безуспешно. Попробуем его из этой страйды. Номер 16-60. Рива. Вот неплохо сыграно. Бонисенья освобождается от опеки. Удар и... Нельзя сказать, чтобы Феррис был очень здорово готов к этому удару. Далековато он вышел из ворот. Ну, вот третья потеря бразильца за три минуты последняя. Создается впечатление, что в активность добавили итальянцы. Впрямую, наверное, говорить этого нельзя, но все равно. Инициативой они владеют. Последнее время опасная ситуация. И штрафную врывался Мацоло под удар. Успел подставиться Жерсон. Сандро Мацоло. И угловой. Досисти. Дортини. И все на этом. Жерсон. Подключает Эвералдо. Хоппелле против Досисти. Тут же потеря итальянца. Подача в штрафную. И мог получиться второй гол. Близнец первого. Но в этот раз так зависнуть в воздухе Пеле не удалось. Мы уже приземлялись. По мячу выше ворот. Да, Пеле на этом чемпионате. В новом качестве пристал. Не только в том плане, что играл в оттяжке. Играл поглубже. Но и другого Пеле увидели. Люди, которых первую голову интересует в футболе. Корректность, либо грубость. Которые за этим следят. В 1966 году. И венгрии, и португальцы. Ну, охоту буквально открыли за Пеле. И, в общем-то, в конце концов его из игры выбили, что называется. Здесь же, в Мексике, Пеле показал себя человеком не только умеющим, но и рвущимся, постояя за себя. И порой сопернику Астраску давал даже прежде, чем против него там десяток другой раз нарушали правила. Вот случай с Десисти, вы как раз мечтопахоподобное видели. Прекрасно разыгранный мяч, и чуточку не хватило. Ревелина, чтобы чисто до Эверальда мяч довести Тастау. И все, на этом конец. Контратака итальянцев. Сера. Десисти. И Мацоло ищут сразу. Вот два таких с залысинами дирижера, а так, Жерсон, но бразильца, Фе Мацоло, итальянцев. И никак мяч на ногу не ляжет Ревелина, все мимо да мимо. Присматривает, конечно, и поскольку Ревелина игрок очень физически сильный, взрывной, с хорошей скоростью, то... Понятное дело, Загалла рекомендует Бридов встречать его в момент приема и пожестче действовать. И ни в коем случае не позволять ему принимать и обрабатывать мяч. Еще один удар в сторону Варвара Телликса. Ближе не пускают. Жерзиниу и Тостал поменялись местами. Девятый номер на переднем краю в атаке оказался. Карлос Альберто. Не успехали. Ну, а теперь мало понятна ошибка итальянских футболистов, и заут образиться будет вводить мяч в игру. Флаговальда. Жерсон. Жерзиниу трое рядом с ним. Потом понятно, где-то там будет более разреженная ситуация. Пеле. Не умеет, а Сталу до мяча не добрались. И отца. И вот опять обкрадывают итальянца, и Феликс выскакивает из ворот не в добрый час, и Блифиене забивает в пустые один-один. Как-то вот все в одном сложилось. Это итальянская метода проведения контратак, да, и проскочить защитника, а бакраф его может быть, засыпающего. Ну и Феликс выскочил, конечно, как на пожар. Из ворот. Оба достаточно ярко выраженные индивидуалисты, и Бонесенья и Рива, но в данном случае поделили они мяч между собой. И Бонесенья счет сравнял 1-1. Вот занавес первого тайма, очень удобно для Италии, не слишком для абразийцев, потому что, в общем-то, вели они в счете, вели игру. Эвералдо сразу бросается вперед бразильцы, и опять теряют мяч. Это уже не от того, что сон приближался, да, а от того, что спешат, спешат слишком, еще до перерыва вновь уйти вперед. Джерсон. Такой рывочек-то, а Доменгини делает по правой бровке, по штрафной. И очень обидно, когда в Туне пропадают вот такие энергетические затраты. Два игрока итальянской сборной, Бонесенья и Рива, оба были в центре штрафной. Ну, удалось мяч довести, а то вовсе не Бразилия могла бы на перерыв уйти лидером, а... ...самое, что ни на есть, Италия. Карлос Альберто, номер 4, капитан Бесси, Бертини. И нет, итальянцев не встречает никто. Жерсона, пауза, но справа-то Жерсон не пробьет, и вот смотрите, что выходит. Бертини. Едва в свои ворота не отправил мяч. Риволино, номер 11. Поехали, чтобы принимать корнекек. Он встречает номер 10, который очень близко к ним. Бертини. Риволино, требуя, что Бертини отбирает полный 10 мяч. Как же прыгает, а? Как же бегает, как же обводит, как же бьет, как же думает. Матсола. Матсола, Пакетти. Хорошо разобрался в унесении, и мячом Риву снабдил. Кто там поддерживает атаку справа? Похоже, что никого. Уже казалось, что был угловой в этой ситуации, но Бритто с такой уверенностью. Юликсю мяч отбросил. А вот в том эпизоде, когда обронесение пас на Риву делал, помните, да, по левой бровке. Столкновение произошло здесь, и... С Карлосом Альбертом унесения столкнулся. Обоим необходимо время, на то, чтобы прийти в себя. Ну, естественно, вполне, что члены команды не играющие, обслуживающий персонал. Используют это, чтобы водички вынести, и как дать освежиться, потому что жарко ужасно, высота большая, и играть очень тяжело. Отличный пас. Ривеллино. Ривеллино. И там Тостао. Ривеллино сам пока разбирается. Он тоже левша. Поэтому под левой мячки перекладывает, делает неудачную передачу. Все, атака начинается уже такого осадного, что и толка. Карлос Альбертом. Пелле. 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 Попускал снова. Как заметил, не смотрел ведь влево. Бросил Жерсону мяч, как раз под левую ногу. Обрабатывать, подстраиваться не надо. Непонятно, почему Жерсон не попал, пробил мимо ворот. В конце идет первый тайм. Пелле и Бонисения забили по голу. За каждую из команд ничья 1-1. И вновь Бонисения проходит он своего опекуна, по-моему, это пьяцца был. Вот какой удар. Я предупреждал вам, что Доменгини бьет как из пушки. Вполне достойно, Италия держится первый тайм. Вполне достойно. Большого перевеса по моментам голевым в Бразилии нет. Да, и мяч практически все время, и территория, и катают они его здесь, и приближаются потихонечку к чужим воротам. Риволино. Риволино получает предупреждение. Еще один подобный случай. Там, по-моему, Бертини оказывает скорую медицинскую футбольную. Несмотря на то, что правила именно он нарушал Ит. Жерсон вновь у мяча. Пеле! 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 А вернее всего ни то, ни другое. Попросту Глокнар зафиксировал конец первого тайма и уводит команды в раздевалки. 1-1. К концу первого тайма, финального матча чемпионата мира 70-го года в матче между сборными Бразилии и Италии. Пеле! Пеле! Мы вновь с вами в Мексике в 70-м году на финале чемпионата мира. Второй тайм матча между сборными Бразилии и Италии. Ну, не будем, конечно, уж совсем пытаться закручивать интригу в невообразимую спираль, подозревая, что большинство зрителей футбольного канала уж то-что о результате финала в чемпионате мира все-таки знают. И не будем поэтому говорить о том, что неизвестно, будет ли этот тайм последним или дополнительное время всех ждет. На 18-й минуте Пеле открыл счет ближе к концу первого тайма. Ошибка бразильских защитников, но и в меньшей степени, но все-таки и вратаря Феликса тоже позволило Бонесене счет сравнять. Составов которых команды начали игру, Италия и Альбертози первый номер. Ох, какой рывок Сандра Мацола совершает. И тогда еще можно было вот так отдавать мяч своему вратарю, поэтому никакого нарушения Бриттониса не допустил. Ну, здесь и так Италия, Альбертози в воротах, в обороне второй номер Бургнич, третий Факетти, Чера пятый и Домингини тринадцатый. Полузащита, восьмой Розатто, десятый Бертини, пятнадцатый Мацола, шестнадцатый Дессисти, два нападающих одиннадцатый Рива и двадцатый Бонесенье. Бразилия, Феликс в воротах. Защитники, номер второй Бритто, третий Пьяццо, четвертый Карлос Альберто, шестнадцатый Эверальдо. Полузащита, пятый номер Клодо Альдо, восьмой Жерсон, одиннадцатый Ревелино. Ближе к линии атаки все-таки и считался он нападающим. Тостау, девятый номер и еще два нападающих. Пеле, он тоже чуть в оттяжечке. Десятый на острии атаки Жерзиню, номер седьмой. Бразильцы, ну естественно, отдохнули команды чуть-чуть, поактивнее начинают второй тайм, хотя и первую атаку итальянцы провели опаснейшая ситуация. Прострел вдоль ворот, чуть-чуть не хватает Пеле, чтобы забить свой второй в этом матче гол и вновь вывести Бразилию вперед. И обратите внимание, нынешний прагматичный футбол, да, вот при всех своих скоростях, но есть вот еще одна скорость. Как быстро итальянцы после всего этого, без ахов и охов, безо всяких разборок немедленных, сразу вводят мяч в игру, сразу, пока Пеле там потеряют ушибленную руку, ушибленное при падении. Как сразу, моментально итальянцы уже вводят мяч в действие. И то же самое сейчас делают бразильцы. Жерсон. Эверальдо. Десисте. Бертини. Домингини. Отличный пас. Трудновато было Маццоле этот мяч укротить, ну а Эвералдо показал, как он умеет закручивать мяч. Правда, не объяснил никому зачем. Может быть, только кому-то из своих партнеров. Все мы, конечно, ждем появления Джанни Риверры в составе итальянской команды. В нынешние времена на подобные вещи арбитры частенько не обращают внимания. Так, борьба, плечо в плечо, и об этом же Тастао Грёкмару сигнализирует. Но мы уже поняли по первому тайму, что арбитр крайне щепетилен сегодня. И любой контакт склонен рассматривать как возможное. Чаще всего и в самом делешное нарушение. Риверрино. Ну а это грубо. Это уже грубо. Кстати, вот Жерзино сбили сейчас, и мы увидели, сколько в первом тайме он крови. Попил итальянской защите. А перед чемпионатом мира в этом составе именно Жерзино. Именно он считался таким наименее, что ли, уверенным членом основного состава. Жерзино и еще и Вералда. То есть это люди, которым свое право играть в основе надо было еще кому-то доказать. Одного первого матча хватит. Да систи. Очень неплохо. Рива против него к Одуальду. И как чисто в подкате играет. Отбирает мяч, что пошла контратака. Пеле. Жерзино. Пакетки рядом с ним. Жерзино сближается. Это его обычная манера. И, ну, может быть и к месту Горинча вспоминать. Особенно в виде седьмой номер. И вспоминать, что сейчас дело происходит на правой бровке. На самом же деле, Жерзино – это мастер рывка. Уже там, в пределах штрафной, даже такого полу рывка, скажем. Потому что обычно из рывка он выходит уже с ударом. Здесь в центре поля чаще всего дело заканчивается либо фолом, либо потерей мяча. Отметим, что в начале второго тайма почаще итальянцы стали правил нарушать. Еще раз помним о том, что у них более трудный был полуфинал и удар какой. А, впервые, пожалуй. В створ пошел мяч. Со стандарта. А как бьет Ревеллино. Я вам тут пою с самого начала матча. Он, правда, ни разу это до сей поры не подтвердил. Вот впервые. Жерзон! И с мячом уже летит сюда Клодо Альдо. Намекая на то, что неплохо было бы на 11-метровую отметку его поставить. Недовольны и те, и другие. Ну и вот сейчас такая ситуация возникла, которая, честно говоря, мне очень импонирует. Вы, может быть, обратили внимание, да, еще мяч не поставлен был вот на точку для пробития удара, а итальянские защитники уже начали становиться в стенку. Обратите внимание, я думаю, глазомер футбольный всех раз достаточно хорошо. Девять метров. Может, без копеек. Это не пять-шесть сегодняшний. То есть дух фэр-плей, конечно, был развит тогда куда более всего. Шесть человек ставит Альбертозе в стенку. Ну, тут Ревелина, может быть, и нужен, но, может, уже и нет. Это Джерсон, да. Под левой ногой мяч лежал и перебрасывает он в великий мастак, но в данном случае не удалось. Ему же Ачинтофакетти огромными шагами промеряет свою половину поля. Находит Бонесенью пасом. У итальянцев один шанс был на ту пору. Активным началом второго тайма суметь забить второй гол, да, а потом отойти в оборону. И говорил Валькареджи перед матчем, что явно силы начнут покидать к концу. И вот посмотрите, был какой момент. Рикошет, и просто повезло бразильской команде. Валерий Киний, номер 13, с конкурентом, агентом. И это... Ну, это было Розавто, наконец, вошлое. И он стал пройти-то, но он был очень далеко назад. Но теперь он сейчас проходит на этот голодный. И этот голодный 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 голодный. Киевик. Киевик, 32-летний. Он был в пять голодных футболе, в пять гамках. И, киевик, сегодня, он был в семье в шесть гамках. Лодо Альдо Трудно отделаться от налоги И разумеется, бразильская сборная Даже не следующего, а через одно поколение Да и следующего тоже Все равно как-то ассоциируется С восьмым номером, как с человеком Который делает геометрию игры Который держит эту центральную ось Жерсон с мячом Так вот, не сразу после Жерсона Конечно Через два чемпионата А в 74 и 78 году Бразилия, несмотря на Места в четверке Все-таки выглядела, будем говорить так, никак Так вот, восьмые номера Впоследствии Как бы каркас игры сборной Символизирует и Сократос, и потом Дунга Вот Жерсон совершенно другой Другого типа конструктор Наверное, с Диди Сравнивать его по мастерству, который тоже Под восьмым номером, кстати, играл Не так уж и правильно Не того калибра человек Но вот по манере игры Сам Пеле говорил В свое время, что я знаю в Бразилии одного человека Который видит поле лучше меня Это Жерсон It's a lot brighter than it was Кого он тут больше обманул Сам себя или защиту Сказать трудно Но освободился от опеки И нанес удар с левой с 18 метра Не попал Еще раз вспомним, как сейчас играют В центре поля Да, очень спокойно Никто никого не атакует Этот пород до ворот Без противодействия Лишь только на чужой штрафной На линии На ногу уже Мацоли Садится защитник Бразильской сборной Плечиком подыграл Отостал Риволино Марио Бертини Нарушает правила Грубо это делает Не считая Дуже того, что это происходит По ногам сзади Ну и вот Практиковали часто Бразильцы такую схему Риволино С этой точки Может быть бить-то и не будет Не под левой ногой мяч Поэтому А коли бы С места другого инсайда Все это происходило То Кто-то из бразильцев Пристраивался в стенку Пытаясь закрыть в отаре обзор Это тоже новое явление В футболе на ту пору было И впервые Бразильцы опробировали Это вот именно там В Мексике Пене бьет Куда бьет Кстати два предыдущих титула Мировых первенств В 58-м и 62-м годах Бразильцы выиграли Ну соответственно Сборных Швеции И Чехословакии В финалах Вот через Долговременный 1-1 И через Ну Неоформленность что ли Вот своего преимущества Решающего Убедительные результаты 5-2 и 3-1 В конце концов Могут навести на мысль Что Бразилия так все решала Одной левой ногой Ну не знаю На самом деле Все не так просто А пока же Бразильнио Не сумел от опеки освободиться Длинные ноги Джачинто Факетти вроде бы Спасли команду Италии От выхода 1 на 1 Но от неприятностей Как таковых Не спасли Семнадцать метров С этой стороны Никого не обманет Вряд ли он правый Добьет Даже до стенки Бьет Ревеллино С обеих ног молотят Но это уже почти в рамку Альбертозе на чемпионате В общем-то Многие называли Одним из лучших вратарей Но справедливости ради Надо сказать Что на этом первенстве Достаточно много было Вратарских ошибок И В частности Вот англичане Называли Банетти Прямым Виновником Проигрыша Сборной Западной Германии Но на этом же Чемпионате Родился и Самый великий Сейв В истории футбола Как до сих пор Считают Больше 30 лет Прошло И все равно Считается Что Самый трудный мяч Самый великий Вытащенный мяч Это Мяч Который Вытащил вратарь Сборной Англии Гордон Банкс В поведенке Против Бразильской команды Может многие из вас Его и видели Такой-то Альберт Ози Наряду С Банксом И Зеппом Майером И с ФРГ Называли Лучшими вратарями Чемпионата Итальянцы продолжают Нарушать правила Целостность Монолитность Что ли Обороны Теряется И игра разбивается Вблизи их штрафной На эпизоды Один в один Которые бразильцы В рамках правил Выигрывают без труда Просто за счет Лучшего технического оснащения Оттого и нарушение правил Это вот такая усталая Знаете Которая Сейчас ведет К потере концентрации Что ли Она сродни Боксерской Наверное усталости Утомленности По мелочам Итальянцы Начинают терять силы Ну и что здесь Ривеллино Тут не до хитрости Уже Впрямую Разбегается Если он в первом тайме Так не молотил То можно было предположить Что будет у него Недру какую-то За воротами сидит Он все время Селится В него попасть Ну и что здесь Ну и что здесь Нет, что понятно Вновь будет бить Бразилия Но вот отрывочная демонстрация Лежащего Ривеллино Наводит нам мысль Что Коннерти пробежав Он там нарвался На неудовольствие Суркоприкла И вновь Ривеллино И вновь безуспешно Жерсон бьет Плотный удар Похоже в створ Продолжается атака Эвералдо Выносит итальянцы Мяч в центральному кругу Не было нарушения На мой вкус Но мой вкус Тут в данном случае Может быть и Не к месту Матсола Матсола Зачем по пакете Хороший пас Бонисения Рива сигнализирует Что мяч в спину Эвералдо попал И потом ушел Уже за лицевую Филипф полон решимости Ввести В игру С ударом С угла Братарской Ну разумеется Был угловой Астрологу Сыграл Доменгини И вот Феликс Не решился мяч ловить Не чувствую себя уверенно Ривелино Шерсон Шерсон У него удалось Остало пробить Поворотом Бурнич Через все поле И вновь мяч у бразильских футболистов Это пьяца Хорошая передача Ривелино Сразу от мяча не освободился И все уже Висят на плечах Два соперника Конечно куда от них уйдешь Карлос Альберто Жерсон Джерзино И вновь Факетти против него Жерсон освобождается Бьет Гол Вот она левая нога Жерсона Опять пристанул В терминологии Другого вида спорта Применить теннисную Подачу Уходящая Безумно трудный Для Абертози мяч Закрученный от вратаря И очень плотный Вытащил Жерзино Пакетти на себя Увел Из штрафной площади Жерсон Очень хорошо Разобрал ситуацию Воспользовался Может быть Жерзино Какой заслоном Вдоль штрафной Пару шагов И удар Противоположный угол Очень хороший Очень красивый Сработанный Чисто на мастерстве Гол Бразилия Вновь Впереди 2-1 Наверное Вот в эту минуту Стало ясно Что Бразилия Выиграет Финал Немного сил Уже у итальянцев Остается Концовку Бразильцы Традиционно Играют Сильно Ну я говорю Стало ясно Исключая конечно Может быть тех Не побоюсь назвать Так Снобов Которые в общем-то Считали что раз Пиле то победа Раз Бразилия Да конечно Бразилия была фаворитом Но мы видим что Полтора тайма По счету В матче была интрига И момент помним У Рива был Неплохой Рикошет И вполне мог мяч В ворота залететь А повела бы Италия В любую пору В любое время Забить этой команде Никогда не было Легким делом ДЖЕРСОН Ну и что с Домингиниткой Сделает Да конечно Сыграл он грубо Даже вот эти выходы Да Врачей на поле Это все равно Средство Метода Если угодно Поддавливать на орбиту Ну что ничего Да С Домингином Не делает Кроме Страхной удар В сторону ворота Тальянской команды Сделает Очень быстро Вновь к速у Вновь к速у Вновь к速у В 1960-х Это не от желания Сыграть погрубее Просто перестают Успевать Итальянцы Если уже не перестали А вот это уже От раздражения Нервов Отжидает Сыграть погрубее Почти за спиной Орбитра Ну Коли карточки Только входили Тогда еще В практику В моду А то естественно Каких-то инструкций Даже еще и устных Как нынче Орбитрам По поводу того Как их применять Давались конечно Но Все это носило Характера Знакомитель А вовсе Не директива И вновь Жерсон Прекрасную передачу Делает Жерсон Прекрасную Передачу Делает Пеле И Жерзиньо Забивает гол Который выглядит Довольно корявым Но который Мода футбольная Уже успела Записать в голы Истинно Нападающих Герт Мюллер Жерзиньо И Ежесними Оно так и есть Длиннющий рывок Жерзиньо Можно любоваться Длинным вот этим Парашютом Который сделал Жерсон Можно Смаковать Скидку Пеле Все что угодно Опять сработан На классе гол Но посмотрите Рывок Жерзиньо Вот он уходит Свободную зону Принимает мяч Подрабатывает И успевает Проткнуть мимо Альбертозе Красиво Некрасиво Это абсолютно Не важно 3-1 Лавочку можно Закрывать Если конечно Лавочкой Можно назвать Чемпионат мира Бразилия Чемпион Италии Два мяча Не отыграть Это уже Совершенно понятно И понятно Всем до единого Включая Самих итальянцев Правда Еще чуть меньше 20 минут До окончания Встречи Горалдо Герзиньо Элегантно Технично Играет Ревелина Ничем не хуже Действует Клодо Альдо Вновь Ревелина И бразильцы Сами понимают Тоже Что Все дело Сделано Поэтому Можно и Порезвиться И покуражиться Видите Ревелина Не позволял Себе подобных Вещей На протяжении Всего матча Жерсон Покидает Уже позицию Ну Такого Скажем Опорного И одновременно Диспетчера И вновь Чужой штрафной И Коротко Отрывисто Пытается ударить Но мало Что из этого Выходит Мацола Рива делает Рывок Потом скорость Сбрасывает Не получив Мяча Сразу на ход А обыгрыш Один в один У него не получается Жерзиньо Да Замучил он Покетти Нарушение Нарушение Арбитра Не зафиксировал Но тут споров Уже опять-таки По причине Предрешенности Исхода Не происходит Розаттый Бертини Едва не потеряли Мяч вдвоем Бертини А вот уже имея счет Достаточные Бразильцы Начинают играть И для публики Во многом Хотя все три мяча их забиты Были очень красивы Девушки отдыхают Очень трудно бороться один в один, потому что бразильцы, ну... Элемент обводки именно начинают уже вплотную к сопернику приблизившись, даже, может быть, нарочито, вызывающе, провоцирующе близко. И увидели сейчас Ревелина, но казалось, втыкался уже, да, в игрока итальянской команды, и вдруг уходит в сторону. С пинтом все продумав заранее. И поэтому понятно, тут среагировать сразу очень тяжело, даже инстинктивно может быть движение какое-то ведущих фол. Юлияна, Антонио Юлияна from the Naples Club, who's basically a forward replacing Bertini, Mario Bertini, a midfield player. Интеррект-free kick has been given to the Brazilians. Бьет Пеле, опять все куда-то туда, в район 30-го ряда. Да, определенно, там кто-то у бразильцев из недоброжелательных. Ага, вот появился Юлияно в составе итальянской команды, но должно быть, он заменил вот Бертини, который получил право. Помните, да? Хорошо, Мацоло прошел одного. И пас прекрасно сделал, ну а Рива уже подбрасывал, что ли, мяч кому-то из возможных авторов гола, так ему думалось, уже на удар. Вот только посмотреть, время или не было, что никто туда и не пошел, итальянцы. Эвералдо. Эвералдо. Три-один. Впереди бразильская команда, и уже играть меньше 15 минут до окончания встречи. Не устану напоминать, что очень тяжелый полуфинал был у итальянцев, и, конечно, полностью команда восстановиться не смогла. Но, с другой стороны, именно второй тайм и подтвердил, ну прежде всего, и первый об этом говорил, ну не столь явно, только подтвердил перевес бразильцев в классе. Вновь в Пакетти против Джерзиньо. Нет, не точный пас, делает пиле, редкость Джерсон. Передача на Ривеллино. И вот еще одна ошибка в центре бразильской обороны, но тут... Тут почистил. А сейчас сперва на номер 20. Бонетинье. Он, скажете, что он got something on the head. Подбрил. Эту ситуацию. После ошибки Пяцци Бонетиньсене опять чуть не вышло. Один на один, и бьет он с линии штрафной. Редкий случай. По четыре мяча в финале. И в этот момент. Пере один на один. Было в сайт? Нет. Узнаем, не узнаем. Блестяще. Амбертозия. По временам просто разрывают итальянскую оборону. Бразильцы, идущие к третьей победе на чемпионатах мира. Напомню, у итальянцев было две. В 34-м, в 38-м. К этому времени. У ругвайцев было две. В 30-м и 50-м. В Бразилии до 58-го года чемпиона мира не была. 58-й, 62-й. Вот теперь. Очень близки Бразильцы тому, чтобы стать чемпионом мира 70-го года. Итальянцы сопротивляются, как умеют. Чем ближе к концу матча, тем все более и более. Подавляющим становится перевес бразильской команды. Моцоло. И можно бить. Сближается защитник, он будет делать передачу. Перемудрил, пожалуй, Моцоло. 10 минут до конца. Юлиано. Десисти. Удар-то будет поворотом. Нет, так и не случается ничего подобного. Моцоло бешёвая, ого, очень, 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 очень. Моцоло письма, в год-го... Моцоло во владихо-путболе, в общем, в Далии. Делизнг окуния по-далет на фермере. Шориде послова на фермере какая-то, на фермере, на фермере. И передавая на фермере паник-статтон. И шутер капитализировали, что-то вот так лучше, чемпиономии. Гормией по-далет. Джерсон, Клудальдо, восхитительно пара центральных полуощрительных в бразильске работает, Джерсон Клудальдо, согласитесь. Всю середину держит в руках, весь матч, еще один пас, туда к 11 метровой отметке. Ах, какая атака, Джерсон, пас на дальний угол, только непонятно чего, Джерсон отдавал на дальний угол штрафной, а надо было на дальний угол вратарской, получился тогда великолепный мяч, Мацола. Клудальдо, Клудальдо, Карлос Альберто, Постал, Пеле Вроде нет подвижения, но и торопиться некуда. Помимо всего прочего, еще и секундомер подгоняет бразильцы подобным образом, держа мяч, просто приближают победу. Мацола Мацомер Клудальдо Блестящая передача, Эвералдо подключается к атаке, сближается излишне с Альбертози и, по-моему, наносит травму итальянскому вратарю. Совершенно не кстати на финальных минутах финального поединка. Угловой. Можно смотреть Альбертози сколько угодно, но мяч-то от него ушел за пределы поля. Ривелина! Ну и вот еще один голден бой в Италии футбол. Как говорили, так вы и Джерри его называли, ну а потом Джанни Риверу. Вот он появился на поле. Умнейший, изящнейший игрок. Все у него будет, включая золотой мяч. Францфутболовский. А вот титул чемпиона мира Ривера так и не выиграет. Итальянцы будут откровенно слабо выглядеть чемпионатом мира в Германии в 1974 году. Итальянцы будут восхитительны. Они будут лучшими из всех по игре, по красоте. Старт команды Энцу Биарзотто на чемпионате мира в Аргентине в 1978 году. И только двумя ударами могучими, ну где-то может быть даже в белый свет как копеечку. Голландцы в таком формальном полуфинале добудут себе путевку в главный матч. Ваш покорный слуга большой поклонник голландской сборной. Но даже я вынужден признать, что по совокупности игровых заслуг Италия в том чемпионате финала заслуживала намного больше. Через 12 лет Италия выиграет свой третий титул. Тогда уже для многих неожиданно по дороге, пройдя как раз Бразилию. Играющую столь же вкусно, столь же созидательно, столь же атакующие, как и команда 70-го года. Сборную Италия Сантаны образца 82-го года сравнят по стилю игры. Но и будут задавать вопрос, а кто же играл лучше с командой Марио Загало. Хотя на мой вкус это не совсем правильно, с командой Марио Загало-Тире, Жао Салдане. Наверное лучше так. Вот образца 70-го года. Италия выиграет тогда у Бразилии. Но здесь по классу просто на порядок сильнее бразильская команда. И абсолютно заслуженно, уже успокоившись, ведет матч к финалу. К финалу еще раз отсмотрим мы с вами этот большой, знаменательный матч. И вот он гол, который многие потом в пятерку лучших возведут. И включат за всю историю, но не мирового футбола, это не совсем так, за всю историю чемпионатов мира. Гол Альберта Карлоса уже на последних минутах матча. Сам по себе удар, конечно, ничего особенного не представляет. Да, пришел могучий крайний защитник и ударил как надо в дальний угол. Но длинное течение атаки. Вся комбинация. Веером через поле туда, веером через поле сюда. И все в касании полтора. И все это очень красиво смотрится. И последний пас, выкат, что ли. Хотя это и не литературно. И вообще слова такого нет. Слова нет, а выкат есть в данном случае. Пере настолько вложил мяч в ногу буквально Роберто Карлосу, что тому можно было бежать дальше с закрытыми глазами. И точно знать, где включать ногу, с какой точки бить. 4-1. Третий титул Бразилии. И Кубок Мира. Тот самый Кубок Мира. Будет вручен ей. Но совсем. Навечно. Будет история. Золотую богиню, если помните, украдут. Кто о том думал в тот день? И еще один рекорд будет установлен на том чемпионате. Ну вот же Эрзинио, да? В каждом матче. В каждом сыгранном матче он забивал обязательно. Это не Жуст Фонтен. Не 13 мячей за чемпионат. Всего лишь навсего 7. Но в каждом матче забивал же Эрзинио. И еще один рекорд, который уже с той поры просто обречен был. Остаться в вечном. Его можно повторить, побить его невозможно. Бразилия в Мексике 70-го года выиграла все игры в финальной стадии чемпионата мира. Все до единой. Сделать счет совсем уже неприлично может Риверина. Ну и тут Глёкнер жалеет итальянскую команду, потому что фолл Юлиана был абсолютно бесспорным. Пенальти это почти наверняка 5-1, учитывая технику бразильских футболистов. И право слова, такого результата Италия не заслужила. Он, думаю, тут никто уже не в обиде. Вот так было там, в Мексике, в 70-м году. Еще раз напомню, сборная Советского Союза играла на том чемпионате. Играла в группе с командами Бельгии, Мексики и Сальвадора. Ничья с Мексикой 0-0. Победа над Сальвадором. 2-0 Бельгии 4-1. Выход в четвертьфинал как следствие. И там поражение от Уругвая в добавочное время. Забитый в ворота Анзора, кого зашлили гол после того, как мяч покинул пределы поля. Покинувший, но забитый и засчитанный орбит. Этот мяч до сих пор вспоминают у нас в стране, когда говорят о том, что каждый эпизод необходимо доигрывать до конца, чтобы там орбитр Собинина придумывал. И ровно так же вспоминают ту бразильскую сборную, когда хотят сказать про бразильцев. Они забьют столько, сколько захотят. Да, наверное, могла забить, сколько захочет и команда 58-го года, и в меньшей степени 62-го. Но вот, говорит, начали именно тогда. А тут уже появляются проблемы. Ничего, Феликс вынужден бежать за ним за линии ворот. Никто никуда не торопится. Идет уже подготовка к церемонии, подготовка к вручению. Собственно, матч завершился. Несмотря на то, что финального свистка орбитр еще не дал. 4-1. Блистательная победа бразильской команды и в этом матче и на чемпионате мира 70-го года. Готовы вспыхнуть конфликт. Или, может быть, радость, которая столь бурно выражается, что на конфликты похожа. Поздравляем ту бразильскую команду, хотя через 30 с лишним лет эти поздравления, может быть, и не звучат очень сердечно. Ничего не поделаешь. Время движется вперед. С вами был Юрий Розенов. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за внимание. И до новых встреч в рамках программы «Самые памятные матчи мирового чемпионата». Трехкратный чемпион мира Бразилия, трехкратный чемпион мира Пелле. «Самые памятные матчи мирового чемпионата». Но я думаю, что это был их с Eles считают, когда они победили с первым годом, мирового чемпионата, а между handledом как Пелла. А как я сказал, это чудовищный гим, чудовищный фильм, и очень мелодичная финанска. Семей devrait рассматривать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzок 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 ДимаTorzок